Подозрительно нелогичный подход к выбору улиц для ремонта, подозрительно маленькая экономия на дорожных ремонтах и множество примеров совсем нерациональных трат. Кировчане, общественники и чиновники городской администрации подводят итоги сезона дорожных ремонтов и обещают изменить подход к работе, но только в следующем году. Тем временем автовладельцы продолжают самостоятельно компенсировать ущерб, который получили их машины в ямах. Ну а улицу Комсомольскую на участке от ЖД вокзала до Пугачева отремонтируют, внимание, только в 2018 году. Обо всем подробнее в сюжете. В феврале были глубокие вездесущие ямы. Я сейчас только не могу проехать, потому что тут яма, странная яма. Как дороги, герои? В марте народные волны недовольства и ковры для привлечения внимания, в том числе и президента. В апреле много неоптимистичных заявлений, ответственных за дороги. Сейчас будоражите просто, а потом оправдываться, вы потом извините, не забудьте, если где-то ошибетесь. А в июне вместе со стартом более-менее серьезных дорожных ремонтов следить за качеством взялись активисты общественной палаты. Прямо в лужу, можно сказать, заливают будроном там. Впрочем, улицу Комсомольскую все это все равно не спасло. Я на своей маленькой машинке боюсь сюда ездить, мне жалко, честно. Вот так, плохо, ужасно. Этот район улицы Комсомольской между ЖД вокзалом и улицей Пугачева местные жители уже прозвали в шутку «забытым богом». Несколько раз дорогу специалисты пытались подлатать щебнем, но хватало его максимум на полдня. По важному сообщению, между советским трактом и центром города постоянно ходят большегрузы. Скоро смеются, и они не пройдут. И ко всему странно, что в городской администрации этот участок не посчитали нужным ремонтировать. Кого-то уже предупредили только в 2018-м, когда достроят путепровод в чистые пруды. Огромные непроезжие ямы, минимальная скорость передвижения машин, нелестные комментарии прямо из кабин. И разбросанные на всем протяжении улицы Комсомольской от ЖД вокзала до улицы Пугачева фрагменты бамперов. И не только критически аварийным назвал состояние этого участка дороги и недавний потерпевший автовладелец. Это как раз та самая яма, после которой Сергей Перевалов отдал автослесарям 70 тысяч рублей. Произошел не плавный съезд, вот в это углубление, а просто срыв. Вот последовал удар, то есть частью корпуса вот этой вот. Сергей Перевалов вспоминает, как проезжая по улице Комсомольской, не заметил, попал в яму и влетел на 70 тысяч рублей. Мало того, что серьезного ремонта потребовала подвеска, заменить пришлось и коробку передач. Из автосервиса после двухмесячного ремонта машину Сергей забрал на днях. На возмещение затрат теперь даже не надеется больше на самого себя. Теперь пути объезда к домам в этом районе выбирает по погоде. Въезжать приходится с разных сторон, там зависит от того, был дождь или нет. То есть видно ямы или не видно, ямы глубокие, там до 18 сантиметров доходит. А вот жители, на первый взгляд, ничуть не более социальной важной улицы Народной, напротив, о погоде забыли. После того, как тут неожиданно появилась новая дорога, теперь устраивают вечерние прогулки с соседями. Очень довольны, очень гуляем вечером, очень хорош. А, даже гуляете прямо? Гуляем, гуляем, радовались, такие ямы были. Активист по контролю качества за дорожными ремонтами Виталий Брам, прогуливаясь по этой же ровной улице Народной, размышляет, какой же логики придерживается в городской администрации, когда для ремонта выбирает, например, улицу Карла Маркса, но забывает о проспекте строителей. Или вот он, свежий пример, Народная против Комсомольской. Тут правильный будет вопрос не дорога, а куда она ведет, да, то есть так у нас и происходит выбор. То есть здесь корпорация развития, там у нас администрация, там ФСБ, а там у нас налоговая. Ну, давайте там сделаем там, да, логично. Логика-то есть определенная, только она немножко неправильная. За сезон дорожных ремонтов 2016 года это замечает всего лишь один пункт из длинного списка замечаний к ответственным за дороги. Кроме прочего, есть серьезные вопросы к тому, как в аукционах побеждает всегда одна и та же компания. Как получается, что один квадратный метр асфальта стоит в Кирове в полтора раза дороже, чем в соседних регионах. Как администрации допускают, очевидно, нерациональные траты, вроде улицы Некрасова. Там после двух ямочных ремонтов и одной летней раскраски-разметки дорожники сняли весь верхний слой и уложили новый. Такая вот несогласованность действий. Мы же видим, что несогласованность действий, это из года в год же происходит. Сделали дорогу, там положили асфальт, через месяц копают его полностью, перекапывают, меняют трубу. Потом снова кладут асфальт. То есть, где логика в этом? Главный по городским дорогам Вячеслав Семаков парирует тем, что у каждого такого абсурда. Просто есть чисто объективные причины. К примеру, после недавнего ремонта на Октябрьском проспекте от КТК пришел вдруг запрос на то, чтобы перекопать проспект поперек. Вячеслав Семаков уверяет, теперь их могут обвинить в срыве отопительного сезона, если запретят. А вообще, к замечаниям общественников, в управлении благоустройства якобы всегда особое внимание. Большинство вопросов уже разрешили, теперь задумались над дорожным бюджетом следующего года с учетом всех пожеланий от кировчан. На сегодняшний день практически все аварийные участки, все пожелания горожан у нас обсчитаны, посчитаны. Все это известно. Суба какая? Со всем содержанием говорим, с ремонтом это более 2 миллиардов рублей. Вместе с представителями городской администрации общественники планируют устроить в середине сентября итоговую по сезону встречу. В свою очередь, Вячеслав Семаков уже заверил, следующий сезон дорожных ремонтов в 2017 году пройдет по многим параметрам по-новому. Есть, правда, важное «но». Если на ремонт дорог в следующем сезоне понадобится по подсчетам специалистов миллиарда 2, по опыту выделят миллионов, как и в этом году 30. Что-то подсказывает, что в феврале в Кирове снова заговорят об огромных ямах, о коврах и неоптимистичных заявлениях дорожников. Артем Паникаровский, Сергей Самойленко, информационный канал «Город».